Привет, привет увлечённые звуком аудиофилы и прочие меломаны. Сегодня я намерен инициировать скандал в королевстве твиттеров. Рассмотрим мы для этого с вами поведение куполов, купольных, естественно, твиттеров под лазерным блещом анализатора клипеля. То есть, другими словами, мы рассмотрим не сколько герц, децибел и прочего выдают эти удивительные преобразователи, трансдюсеры, так называемые, пищалки. А как они это делают? Варианта два оценки звучания твиттеров. Это субъективное, то есть творческое, то есть одному нравится, другому не нравится, и второе это техническое. Если как-то инструментально можно описать или проблему, или наоборот источник наслаждения, то уже полдела сделано. Получится критерий, по которому можно выбирать, отбирать, и оценивать эти устройства. Прежде я делал видео и показывал вам, как отвратительно ведет себя шелковый купольный диффузор твиттера на разных частотах. То есть с увеличением частоты он просто теряет форму, и излучающая поверхность представляет собой рандомные какие-то всплески горбы и прочее, которые создают звуковую волну, однюю нелинейную, ни в амплитудном, ни в фазовом соотношении смысле, а, в общем-то говоря, на удачу, что является, собственно, источником легенд о том, что какие-то твиттеры лучше других, основанные на каком-то субъективном ощущении. Хотя все они, поверьте, я видел базу данных Клиппеля, там много этих диффузоров, показывать я их не могу, потому что не имею на это прав, ведут себя примерно одинаково. То есть это структура, это система такая, купольного твиттера, сделанного из шелка, он сравнительно мягкий, недаром его называют софт-твиттером, то есть мягкий твиттер. Так вот он мягко из себя ведет, до тех пор, пока на низких частотах, ну, сравнительно низких, до полутора килогерц, он представляет собой некий монолитный купол, он толкает эту самую воздушную массу перед собой, более-менее линейно, и форма этого купола определяет его дисперсию, то есть диаграмму направленности. Вот, у него есть некий подвес, который помогает этому происходить, и в пределах движения которого происходит, собственно, это вот толкающее движение. Вот, а с повышением частоты система разлаживается и начинает хлопать крыльями, как я это называю. Также ведут себя и басовые, в частности, динамики, но сейчас мы говорим о твиттерах, и вопрос следующий, есть ли лекарства. Оказалось, что есть. Не буду ходить вокруг да около, сразу скажу, что надежды были возложены на металлические твиттеры, купола твиттеров. То есть логика какая? Взять, допустим, кастрюлю или каску военную, металлическую. Она не меняет формы в зависимости от того, что мы с ней делаем, как бы мы ее быстро не толкали, не шевелили. Но при этом она имеет огромную массу. Для этого нужна огромная движущая сила подвижной системы, чтобы ее линейно перемещать в каком-то вменяемом диапазоне этих самых дисплейсмент расстояний. И это нелегко. То есть там бельчуное какое-то должно быть по сравнению с вот этими однодюймовыми или даже полудюймовыми катушечками и проводочками тоньше человеческого волоса. То есть, короче говоря, не одно, так другое. Закон сохранения противности. Если где-то убыло, то где-то прибудет, и не иначе. И вот я попросил образец для этого испытания у одной из ведущих в мире фирм, производителей, в частности, твиттеров, ну и других динамиков тоже. Образец такого твиттера для того, чтобы его можно было бы протестировать, а потом продемонстрировать вам ну вот в этом моем видео результаты. И медали. Образец, с которым я вас сейчас познакомлю, но сразу скажу, что... Хотя нет, об этом я вам скажу наверное позже. Итак, команда CIS, мы ее по-русски называем коротко CIS, дала мне свои новые твиттеры, новую модель. по рекомендации друзей я приобрел новую модель автомобиля Москвич. Так вот, не Москвич, конечно, это твиттеры модели, которые перед вами, собственно говоря, здесь. И там внизу написано, что компания оставляет особое право некоторых конструктивных изменений. И оказалось, что у меня тоже измененные немножко твиттеры, в частности, у них наименований ГБ есть, а буквы Т нету здесь. Что бы это значило, я не знаю. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот так вот выглядит этот твиттер. Для того, чтобы сделать эту оценку, этот эксперимент, о котором я сейчас вам говорил, нужно освободить твиттер от гриля металлического вот этого вот и собственно говоря, отсканировать его на сканере. Для этого я его естественно отнес в лабораторию Клипель ГМБХ. Давайте я вас познакомлю с деталями этого твиттера, с параметрами, которые заявляет производитель. Вот перед вами эти параметры, наименование Definition Metal Dome Твиттер с мягким мягким текстильным подвесом и задней камерой. анодированный алюминием диафрагма, то есть это не титан, не берилли, это просто анодированный алюминий. Ну, тут описывается его достоинство. Нас с вами интересует вот АЧХ, которая предлагается, которая обычно гражданами сравнивается с другими твиттерами, для того, чтобы утверждать, что они лучше или хуже. Вот с разными углами снятые параметры, до 20 килогерц полагается, что это АЧХ линейно, выше происходят какие-то броски, которые, кстати, тоже подтвердились на сканере Крипля. И вот параметры, собственно говоря. 6 Ом, номинальное сопротивление, частотный диапазон, его можно гонять от 1800 до 20000, как мы здесь видим, то есть никакие не 30000, не 40000, не 22500, вот этого всего нету обмана зрения. Форс фактор 2,6, что как бы для твиттеров немало, и 830 резонансная частота, средняя для таких твиттеров, ну и масса 0,36 грамма подвижной системы, что нас с вами может интересовать, да, ну и чувствительность невысокая сравнительно, ну как для твиттера, 89 дБ, зато чем на мощность указана, то есть они могут работать практически с любыми полочными, даже напольными системами для комнатного применения. Вот тут данные катушки, вот рекомендованная значит раздел 2500 дБ на октаву, и клип СИЗ составляет за собой возможность изменять эти все параметры. Итак, я отнес титеры в лабораторию клипеля, для того, чтобы провести эксперимент с лазером, поверхность, исследуемую поверхность, необходимо покрыть некой краской, для того, чтобы отражение было стабильным и достаточным, например, черная, черная, темная титеры поверхности не сканируют с этим лазером, потому что не отражается от них, поэтому покрывается вот такой белой краской, к тому же, кстати, она самовысыхающая, она не просто самопроявляющаяся со временем, как вы видите на видео, она еще и самоудаляется потом, в частности, я потом этот титер вообще никак не оттирал, не отмывал вот этой краски. Итак, перейдем к сути собственного эксперимента, зачем это все нужно, я вам напомню, что было в прежних моих видео об этих титерах. Итак, вот некий титер, дорогой, хороший, высококачественный титер, вот давайте запустим анимацию, это оборудование позволяет, софт и hardware позволяют у клипеля создать вот такую анимацию в разных режимах, с разной амплитудой, на разных частотах движения диффузора. Вот вы видите или SPL вот здесь внизу или радиацию, но это не имеет значения. Мы видим вот частота 1 кГц, ну вот здесь показана частота, здесь я могу передвигать как бы вручную. Здесь мы видим полностью купол как движется. Итак, на 1 кГц этот хороший качественный шелковый купольный твитер работает замечательно. Давайте поставим 2 кГц. Видите ли вы какие-то отклонения? Ну, я бы сказал, что нет в общем-то. Дверцы очень хорошо. 3 кГц. Вот, вот, дорогие друзья, вот это только всего лишь 3 ровно кГц. Вот как работает эта поверхность. То есть, у этого твитера есть некий участок, который будет разработчик имел это оборудование, локализовал бы и ликвидировал. То есть, здесь надо добавить жесткости. Вот, именно вот в этом вот месте. Если переставить на более высокую частоту, вот 4100, допустим, вы видите, как уродливо искажается вся поверхность. Ну, это общая вибрация, можно посмотреть, что в фазе, например, вот в фазе одним цветом закрашено, да, ну, лучше Total Vibrations, это проще. Вот как на 4 кГц работает дорогой, качественный, шелковый, купольный твитер, которому поют дифферамбы многие и многие аудиолюбители, конструкторы, разработчики и так далее. Хорошо, теперь перейдем к этому твитеру СИЗ, наименование, которое я сейчас принес в лабораторию для оценочного тестирования. Вот видите, вот этот горбный АЧХ выше 20 кГц тоже здесь отмечено, измерялось до 40 кГц, И включим анимацию. Вот анимация на 1 кГц, вот на 2 кГц. вот на 3 кГц, вот на 5 кГц, то есть здесь 4 кГц сейчас стоит, давайте тоже 5 сделаем, мне же не жалко и здесь 5 кГц стоит, хорошо, давайте 10 кГц сделаем, вот вот поплыл и этот твитер, но поплыл в основном сюрраунд, то есть текстильный подвес, который кстати невероятно тщательно рассчитан для того, чтобы он смог обслужить сравнительно тяжелые металлические купол, а купол сам ведет себя достойно по крайней мере, потому что если я здесь делаю 10 кГц, то движение станет и вовсе непредсказуемым и излучать, формировать волну такая штука в общем практически не, то есть она излучает конечно что-то, многим нравится кстати, но это далеко от допустим оригинального сигнала, который подан на этот твитер, ну давайте 20 кГц поставим нет да 20 кГц вот 20 кГц титан алюминиевый купол работает а вот 20 кГц купол текстильный кстати он себя лучше ведет чем вел прежде однако он ну площадь которая движется синхронно синфазно такая же маленькая как она была и на 3 кГц по-моему если я не ошибаюсь то есть тут тоже где-то половина движется в разнобой вот такие дела дорогие друзья вот так вот работают эти системы с этими твитерами это в общем-то все что я хотел вам сегодня рассказать и показать также добавлю что моими любимыми остаются ленточные твиттеры ведет он себя на анализаторе клипеля хуже чем этот алюминиевый но много лучше чем этот шелковый но мне как-то то звучание больше нравится чисто субъективно хотя этот я еще не гонял я другие какие-то там титановые бериллиевые слушал конечно керамические вот что-то мне как-то неживой звук вроде бы этот придется оценить оценим но как бы ни были мои субъективные ощущения и моя формулировка этого звучания вот скан показывает о верности движения купола верности формирования волны то есть все остальное в общем-то от лукавого то есть не будем как бы бесить господа таким образом я буду использовать эти титеры в шестом сезоне производства колонок для себя любимого полочных где отслушаю достаточно эти титеры и по стыку их с мидбасами для того чтобы сделать букетик который тоже вам конечно покажу за всем пока федерзейн дорогие мои они не они Продолжение следует...